всем привет друзья я рад вас всех приветствовать сегодня я вам буду рассказывать о кресле которое сейчас продается в магазине мир авто кресел и это кресло действительно заслуживает внимание кресло от компании чико сирио называется модель категория 012 это с рождения до 125 приблизительно роста ребенка очень достаточно универсальное кресло и причем я посмотрел прямых его конкурентов кто нам дает вот такие же возможности они все прилично дороже прям действительно прилично дороже и чико умудрились хотя говорят надо говорить кико если это так напишите в комментарии мне быть интересно вот достаточно интересное кресло и они умудрились удержать вот такую цену адекватную сейчас и дать вот такое качество поэтому поэтому кресло и интересное вот категория 012 напоминаю и это кресло сразу начну с крепления потому что я сейчас его установил и хочу показать как она с рождения ставится потому что изофикс и якорный ремень в этой модели используется исключительно по ходу движения когда ребенка вы уже развернете там после девяти месяцев после до девяти месяцев по-любому нужно ехать против хода движения по всем нормам безопасности это так потом вы можете развернуть и тогда у вас изофикс и якорный ремень войдет в дело а сейчас мы пристегиваем все кресло ремнем безопасности давайте я вам сейчас покажу поближе как это можно сделать другого ракурса смотрите поближе посмотрим чтобы вы ремень проводили именно так как надо потому что далеко не все вот эти наклеечки могут разобрать что на них там изображено на самом деле все просто у нас ремень вынимается полностью и просовывается вот в эту сторону под креслом здесь видите такая большая щель мы его просто оттуда достаем можно прям вот пропихнуть рукой и застегиваем здесь он проходит вот так здесь даже индикации об этом говорит синяя наверху же верхняя часть ремня которая идет она заходит у нас под смотрите вот под такой вот направляющей мы туда засовываем ремень и потом заворачиваем его вот сюда вот смотрите оттуда высунул и завернул сюда и он ушел наверх потом мы просто берем сильно натягиваем и все оно станет как вкопано и изофикс принципе нужен не будет поэтому главное соблюдайте вот эти все моменты не ошибитесь в установке и по большому счету изофикс вам как бы здесь особо и не нужен будет категории ноль так что вот так вот скрепление собственно против хода движения сразу мы с вами разобрались я вам вначале рассказал чтобы все вы уже поняли и дальше мы уже с вами будем изучать само кресло чтобы изучать нам нужно сейчас ремешочек отсюда достать и данный момент он нам не нужен естественно и по ходу движения тоже проводим сверху практически так же но без заворачивания в синюю и нижний ремень идет не здесь а вот здесь направляющим вот и вся разница но скорее всего вы будете делать это на изофикс то что какой смысл покупать кресло с изофиксом если нет машине изофикса можно сэкономить и взять что-то другое собственно давайте сразу по креплению уже пойдем дальше вытаскиваем изофикс в комплекте у нас также есть и система якорного ремня который за подголовником за крючок цепляется его сейчас не буду достать то что вы все равно не видите там крепление изофикс якорный ремень просто защелкиваем сзади якорный ремень обязательно используем незабываем у кресла должно быть два крепления нижнее крепление и верхнее затянули ремешок на изофикс и все можно ехать никаких проблем что касается самого кресла давайте я его к вам поверну вы посмотрите на него вот напрямую здесь что касается ткани используется обычная такая вот синтетическая ткань которая главное не раздражает я не могу ее назвать какой-то очень дорогой супер качественная в 90 процентов нормальных кресел будет похожая ткань поэтому все производители делают нечто вот схожие пока ребенок маленький у нас здесь вы видите есть вкладыш который нам будет необходим чтобы создать ребенку анатомически более правильное положение и сделать его элементарно мягкой позицию его положение и прижимает чуть-чуть по бокам подушечки чем меньше ребенок тем больше нужно фиксация ребенка должен плотнее быть зафиксирован и не болтаться по салону дальше ребеночек у нас соответственно пристегивается пятиточечными ремнями все стандартно все понятно потом когда ребенок дорастет до 100 сантиметров роста запаса вот этих ремней хватать не будет их естественно и ремни отсюда демонтируются убираются и ребенок пристегивается уже взрослым автомобильным ремнем через направляющие которые есть подголовники и вот здесь сбоку направляющие в подголовники друзья никогда не пренебрегайте эти потому что как раз таки и он направляющий потому что если например имень пройдет не здесь а где-нибудь вот вот так вылезет ттп это ребенка точнее говоря ремень окажется у ребенка на шее все что угодно при этом может случиться поэтому не делайте так никогда ремень должен быть направляющим и никак иначе вот собственно по креплению ребенка мы с вами разобрались что касается безопасности и каркаса по безопасности соответствует европейскому стандарту 4404 у этого стандарта достаточно высокие требования поэтому ребенка с таким креслом с такой сертификации доверять можно смело есть конечно какие-то супер топы с какими-то за запредельными краш тестами но там таких 2-3 цены обычно сидит вот таких кресел поэтому не всегда в этом большой смысл есть так что касается безопасности поговорили каркас хочу сказать о немножко каркасе мне каркас понравился потому что он вентилируемый там воздушные каналы благодаря которым ребенка будет меньше предспина и будет ему в летнее время комфортнее или где-то на югах вдруг вы живете поэтому этот момент здесь тоже предусмотрели по поводу мягкая она или нет опять же как 90 процентов кресел на рынке это не кроватка ну вот например у сидушки сантиметра 2 ход у наполнителя сбоку ну сантиметр наверно ход на подголовники сантиметра 3 может быть чуть помягче они всегда бывают в общем принципе достаточно мягкая хорошая посадка естественно мы уже во всех креслах много детей перемерили к этому креслу родители никогда не было каких-то особых претензий в принципе вот причем цена очень хорошая сейчас если не ошибаюсь акция идет пройдите вниз по ссылке на мир автокресла проверьте цена очень хорошая вот собственно и все поэтому это такой хороший среднячок даже чуть выше среднего назвал это кресло за адекватные деньги и те кто не хотят переплачивать на получить качественный продукт я обязательно рекомендую на него обратите внимание вот посылка напоминаю внизу в описании есть если это видео вам понравилось ставим лайк подписываемся на канал и вам хочу пожелать взять грамотный хороший выбор кресла для вашего ребенка и удачной дороги